Танцы отменяются. Из-за пожара в Рязанском дворце детского творчества отменили занятия и перенесли баскетбольный матч. В Рязани ищут собственников фонарей на улице Почтовой. Неожиданно для администрации города нашлись бесхозные 22 фонаря. Актерская гримерная. Рязанский театр драмы презентовал спектакль с восточным колоритом. Спортивный комплекс Рязанского городского дворца детского творчества, пострадавший от вчерашнего пожара, возобновит свою деятельность уже с завтрашнего дня. Как нам стало известно от источников руководства учреждения, бассейн и спортивный зал будут функционировать в полной мере. Что касается работы основного корпуса и гимнастического зала, в котором произошел пожар, решение о том, когда в нем возобновится работа, будет также принято завтра. Пока специалисты изучают вопросы безопасности. Наша съемочная группа одной из первых прибыла на место происшествия. Как горел дворец детского творчества и как его тушили в первом репортаже Ивана Крестьянинова. Сообщение о пожаре во дворце пионеров поступило в среду вечером. Новость вмиг облетела весь город. Взволнованные родители в спешке искали своих детей среди эвакуированных из горящего здания. Как говорят очевидцы, людей начали эвакуировать из секций спортивных залов сразу же после того, как сработала пожарная сигнализация. К этому моменту на место прибыл первый пожарный расчет. Всего было эвакуировано 80 человек, 64 из которых дети. На пульт МЧС новость о пожаре поступила в 17.35. Возгорание произошло на втором этаже в гимнастическом зале. Снаружи было видно только сильное задымление. Пожару сразу присвоили повышенный номер сложности. На место происшествия для тушения выехали 7 автоцистерн и 2 автолестницы. В 17 часов 48 минут возгорание уже было ликвидировано. Поврежденная огнем площадь составляет 12 квадратных метров. По данным нашего источника в администрации дворца пионеров, бассейн откроется с завтрашнего дня. Остальные кружки секций возобновят свою работу после окончания работы специалистов на месте происшествия. Иван Крестьянинов, Денис Беляев, телекомпания «Город». Программа Министерства обороны России по обеспечению жильем военнослужащих в Рязанском гарнизоне будет выполнена до окончания года. Уже сегодня ключи от служебных квартир на улице Михайловское шоссе получили 86 семей военнослужащих Рязанского воздушно-десантного училища. Вчера были заселены 74 квартиры в соседнем доме. Десяти военным ключи от квартир вручил губернатор Олег Ковалев. Новый дом – удобно расположенный микрорайон с интенсивно развивающейся инфраструктурой. 86 семей военнослужащих Рязанского воздушно-десантного училища получили долгожданные ключи от новых квартир. Поздравил Новоселов лично глава региона. Всего, начиная с 2012 года по сегодняшний день, всего построено и предоставлено уже 2500 квартир. Это, по сути дела, проблема бесквартирных офицеров, она снята. И я благодарен Министерству обороны за то, что активно занимались строительством жилья, за то, что проявили серьезную заботу о военнослужащих в предоставлении жилья, поскольку служба, она нелегкая, и любой военнослужащий, офицер, тем более, должны быть спокойны, что дома у него все в порядке, что семья у него в квартире, что все хорошо. В ближайшие недели жилье обретут еще 407 семей. Останутся 40 человек, не семейных. Им будут предоставлены однокомнатные квартиры. В прошлом году служебное жилье уже получили 492 семьи. Я на самом деле очень благодарен Министерству обороны за то, что они нам помогают, потому что без них служба, конечно, была бы хороша, но а так еще лучше. Все нас устраивает, мы очень рады, мы к этому шли, очень долго этого ждали. Ну, дождались, нам ее дали вот сегодня. Всем огромное спасибо. В эти дни, вчера и сегодня, да, то есть мы выписываем договор, получают люди, приходят сюда ключи, 160 семей уже обрели жилье на время прохождения службы. Совсем скоро рядом с жилыми многоэтажками вырастет детский садик, а потом и школа. И если жильем обеспечивает военнослужащих Министерство обороны России, то о социальной сфере позаботятся местные и региональные власти. Стоит отметить, что Рязанский гарнизон – один из немногих в стране, где так активно реализуется программа обеспечения военнослужащих жильем. Олег Ковалев поблагодарил Минобороны за активное взаимодействие с региональной властью по решению жилищной проблемы военнослужащих. Новогоднее веселье в Рязани уже началось. В Центральном парке прошел костюмированный забег. Участники пришли в костюмах Деда Мороза. Так в Рязани отметили день рождения главного российского волшебника. День рождения Деда Мороза – чудесный праздник, который возвращает нас в детство, дарит радость всем от мала до велика, заставляет мечтать и верить в осуществление желаний. 18 ноября самый добрый сказочный персонаж отмечает свой день рождения. Сегодня сложно представить Новый год без Деда Мороза. Кажется, что этот персонаж существовал всегда. Однако появился он лишь в 18 веке. После учреждения Петром Первым празднование Нового года возникла необходимость объяснить ребятам, кто приносит подарки и откуда берутся нарядные елки. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети в 2005 году, поскольку именно 18 ноября в Великом Устюге на родине главного новогоднего персонажа наступают по-зимнему сильные морозы. Внимание! Старт! В Рязани в честь дня рождения самого популярного дедушки в мире прошел кросс. Организован он был в рамках проекта «Бежим круглый год». В Центральном парке культуры и отдыха собрались десятки желающих поучаствовать в забеге. Главное условие – наличие костюма виновника торжества. Дистанция на выбор 500 или 1000 метров. Проект полюбился. Мы очень рады, что вы сегодня пришли также отпраздновать день рождения Деда Мороза. Тем самым мы все с вами покажем, что мы здоровый образ жизни, что мы любим спорт и, конечно, любим Деда Мороза. В ходе реализации проекта «Бежим круглый год» в Рязани уже прошло множество интересных и необычных спортивных мероприятий. Организовывались забеги в честь праздника медработника, дней красоты и улыбки. Приближение новогодних праздников диктует иную тематику, можно сказать, сказочную и волшебную. В Рязани ищут собственников фонарей на улице Почтовой. Накануне горожане могли наблюдать фотокопии, развешанные по декоративным фонарным столбам предписаний. В них указано, что неожиданно на улице Почтовой нашлись бесхозные 22 фонаря, простоявшие там уже неизвестно сколько для городской администрации времени. Теперь фонари признают бесхозными, чтобы принять в муниципальную собственность. После этого город сможет на законных основаниях обслуживать уличные фонарные столбы. Эта новость сколыхнула рязанские соцсети. Всевидящие блогеры разместили в крупных сообществах фотографии необычного документа из администрации города. Вот такие предписания развешаны практически на каждом столбе по улице Почтовой. И согласно этому документу будут приняты меры к принудительному вывозу вышеуказанной предположительно брошенной вещи. Оказывается, стоявшие столько времени столбы были установлены беспроектной документацией. После появления фотографий горожане стали волноваться. Зачем, а самое главное, кому понадобилось сносить красивые железные конструкции. К счастью, хоть и с запозданием, но комментарий из администрации города поступил. Успокоили. Фонари, установленные за счет инвесторов, останутся на месте. А бумаги были наклеены на столбах для принятия объектов в муниципальную собственность. Вот такие бюрократические особенности. Иван Крестьянинов, Денис Беляев, телекомпания «Город». В региональном управлении Роспотребнадзора подвели предварительные итоги работы за этот год. О них подробнее расскажет Оксана Тебенихина. По данным управления, за 9 месяцев текущего года было зарегистрировано более 187 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Это на 7,2% выше аналогичных показателей 2014 года. В некоторых случаях было достигнуто снижение заболеваемости, например, интервирусной инфекцией почти в 3 раза, сальмонеллезом в 1,5 раза, острым вирусным гепатитом А в 1,6 раза. Вместе с тем в 2 раза выросло число укусов клещей. Также увеличилось количество граждан, пострадавших от укусов животных на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На ОРП и грипп приходится почти 90% от всей заболеваемости. По 17-й нозологическим формам удалось стабилизировать заболеваемость на низких показателей и добиться ее снижения. Также за 10 месяцев 2015 года проведено медицинское освидетельствование почти 30 тысяч иностранных граждан. Выявлено 159 больных инфекционными болезнями, представляющими опасность для окружающих. Направлено в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 77 материалов на приезжих граждан. За 9 месяцев в области достигнут ожидаемые показатели выполнения плана организации населения против дифтерии, стопняка, полиомилета, кори, краснухи, эпидпаратита, туберкулеза, мемококковой инфекции и составляют на уровне 80%. План иммунизации взрослого населения против кори также выполнен практически на 97%. И помимо плана дополнительно вакцинировано против кори 306 человек, ревакцинировано 31. Это были трудовые мигранты и лица с юго-востока Украины, которые прибыли на территорию области без сведения о прививках. Медицинские работники, которые имели отрицательный статус исследования напряженности иммунитета, а также кочующие группы населения. Также за текущий период у 292 жителей Рязанской области была вновь выявлена ВИЧ-инфекция. Заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 26,2%. Это на 6% выше показателя за аналогичный период 2014 года. Всего на ВИЧ-инфекцию было обследовано 84% от запланированного на год количества населения. Особое внимание уделяется иностранным гражданам. Рязанский театр драмы презентовал спектакль по пьесе японского драматурга «Загадочная история о двух призраках и одном убийстве». Наш культурный обозреватель Ирина Ковалева увидела постановку и поделится своими впечатлениями в следующем сюжете. «Загадочная история о двух призраках и одном убийстве» – вот краткое описание того, что увидели зрители на премьере спектакля «Актерская гримерная». Она состоялась в среду 18 ноября на малой сцене Рязанского театра драмы. Уже по краткому описанию становится понятно – в этом спектакле необычно все. Во-первых, поставлен он по пьесе японского автора, а во-вторых, главными его действующими лицами являются призраки. Когда-то умершие актрисы продолжают жить теневой жизнью в одной гримерке. Ну а в результате убийства, которое произошло в театре естественно из-за роли, актрис в загробном мире отдельно взятой гримерной становится на одну больше. Просто та актриса, которую убивают, она присоединяется к тем, которые умерли еще раньше, живут в этой гримерке. У них наконец-то складывается какое-то уже трио и, так сказать, количество пьес, которые они могут сыграть, еще увеличивается. Я не знаю, насколько это счастье играть мертвым, хотя говорят же всегда, что в театре есть какие-то духи артистов. Я сама их не видела, но мне кажется, присутствие периодически мы их ощущаем. Режиссер спектакля Урсула Макарова отмечает, что для театральных деятелей эта постановка особенно актуальна, ведь она целиком и полностью посвящена театру и сложностям актерской профессии. Однако это ничуть не помешает и обычным зрителям насладиться профессиональной игрой четырех актрис, занятых в этой пьесе. Кроме того, настоящее эстетическое удовольствие зрителям доставит невероятно красивые костюмы и декорации, а также необычный грим. После премьерных показов спектакль займет свое достойное место в репертуаре Рязанского драматического театра. А мы бы посоветовали вам познакомиться с этой необычной постановкой в числе первых. Всемирный день мужчин отмечается сегодня в большинстве стран мира. В этот день, в отличие, к примеру, от 23 февраля, принято поздравлять всех мужчин без исключения, вне зависимости от их профессии. Праздник, по мнению организаторов, должен подчеркивать положительную роль мужчин в семье и в обществе. Роман Дворецков узнавал, каким же должен быть он – настоящий мужчина. Каким должен быть настоящий мужчина? Мужественным. Ответственным за свои поступки. Оставаться всегда таким же любимым для нас. Каким должен быть настоящий мужчина? Настоящий мужчина. Настоящий мужчиной. Нормальный, хороший, чтобы налево не ходил, чтобы любил, уважал. Умным, неизменяющим, верным, чтобы хорошо зарабатывал и учился. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды и программу подробностей. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok